Девушки отдыхают. Это получается у нас верхняя одежда с брендом «Зара». Воспроизведение товарного знака «Зара», соответственно, без документов о поставке. Далее товарный знак «Адидас», тоже без соответствующих документов. В ходе операции изъято порядка 900 единиц продукции с признаками контрафактности. Брендовая мужская и женская одежда, обувь, сумки, наручные часы и парфюм реализовывались индивидуальным предпринимателем с нарушением норм действующего законодательства. Это кошелек «Клач», тоже известный бренд «Клэвитон». Изъятая из незаконного оборота продукция опечатана и отправлена на экспертизу. По предварительной оценке ущерб компаниям-правообладателям товарных знаков превышает 250 тысяч рублей. Давно работаете? Нет. Сколько? Две недели. Две недели? Вы точно так же, да? Неофициально работаете? Неделя, как я пришла на работу. А откуда вы приехали? С Узбекистана. А вы откуда? Из Туркмени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 180 Уголовного кодекса «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности предпринимателя и установление мест приобретения контрафактной продукции. Еще раз напоминаем вам, уважаемые земляки, будьте бдительны и осторожны при покупках. Контрафактный товар наносит не только ущерб экономике, нередко он опасен для здоровья. В Московском районном суде города Твери продлена мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемым в незаконной охоте. В региональном следственном комитете расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства беременной лосихи, которую так называемые охотники загнали на снегоходах и умертвили. По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности в Череповецком районе Вологодской области, совершили незаконную охоту добычи одной особи дикого животного лося-самки. Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тысяч рублей. Обвиняемые Жаров, Копусов и Пелевин, жители Тверской и Ярославской областей. В судебных заседаниях обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили изменить меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 28 мая включительно. Субтитры создавал DimaTorzok